От перевозчиков потребовали принимать карту стрелка в общественном транспорте. Не исправятся, лишатся возможности работать в Риотере. Сегодня крайнее последнее предупреждение. Какие категории подмосковных льготников имеют право на бесплатный проезд в Москве и как оформить льготу? А также в городе откроется новый автомобильный центр. Риотерские гимнастки готовятся к чемпионату Московской области, а в Подмосковье выбирают медучреждения, в которых проведут ремонт. Добрый вечер. В студии Юлия Гордеева на РТВ. Время новостей. От транспорта к предприятию Риотова потребовали обеспечить пассажирам возможность оплачивать проезд картой стрелка. Постановление озвучили на встрече перевозчиков с руководством города. Дело в том, что на портал Добродел поступило немало жалоб от жителей, которые говорили, что далеко не всегда в общественном транспорте принимают единую транспортную карту. В списке недобросовестных компаний, в частности ЕДС, такси и трансриотов, в среднем за один день в одном автобусе водители продают не больше трех билетов по карте стрелка, хотя по нормативам областного Минтранса. Необходимо реализовывать как минимум 50, и это, вероятно, говорит о том, что перевозчики умышленно отказываются от безналичной оплаты за проезд. Сегодня крайнее последнее предупреждение. Если вы будете качественно исполнять свои обязанности и уделять внимание тому, чего доводит до вас и правительство Московской области, и муниципалитет, то мы будем работать и дальше. Если этого понимания нет, и исправиться до 26-го с РНИСом и по стрелке, точно так же до конца недели по транзакциям у вас не получается, ну тогда мы, значит, будем расторгать итоги аукциона по муниципальному маршруту и проводить его за рома. В ближайшие дни всех перевозчиков ждут проверки. Так называемые тайные пассажиры узнают, принимают ли водители карту стрелка. Подмосковные льготники смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом Москвы, включая МЦК и метро. По новому закону эта льгота действует бессрочно. Раньше были ограничения по времени. Кто имеет право на проезд и как оформить эту льготу, расскажет Анна Егоршина. Александре Белолипецкой 83 года. В прошлом жительница блокадного Ленинграда и сейчас живет в Реутве. Именно этот статус дает ей право на бесплатный проезд в Москве, куда ей приходится ездить по несколько раз в месяц. Благодаря продлинию льгот пенсионерка экономит на поездках почти полторы тысячи рублей в месяц. Я очень рада, что можно пользоваться бесплатным проездом, а нужно мне для того, чтобы посещать своих родственников в Москве, которые живут, дети и внуки. Новый закон позволяет, как и раньше, жителям Подмосковья бесплатно пользоваться всеми видами московского транспорта – автобусами, троллейбусами, трамваями и метрополитеном. Оформить документы на льготный проезд можно в МХЦ. При себе надо иметь документы, паспорт, фотографию, пенсионное удостоверение, либо справку из пенсионного отдела, что назначена пенсия, удостоверение о праве на льготу, либо справку в ТЭК – это тоже обязательно. Медицинский полюс, пенсионное страховое свидетельство. Распространяется закон на 20 категорий граждан. В Реодио под них попадают 7 тысяч человек. Это федеральные льготники, участники войны, вдовы, инвалиды войны, чернобыльцы, ветераны боевых действий, инвалиды просто по общему заболеванию, дети по потере кормильца, которые получают пенсию, они тоже ездят бесплатно, многодетные дети, многодетные семьи, родители детей-инвалидов. То есть категории 20 сохранилось. А вот ветераны труда и пенсионеры в эти 20 категорий не входят. Еще в 2015 году им отменили бесплатный проезд. А с новым законом так и не вернули. Поэтому еще для 16 тысяч риутовчан проезд по Москве по-прежнему остается платным. Жители области на портале Добродел могут проголосовать за медучреждения, в которых необходимо провести ремонт. При этом можно указать, какие именно требуются провести работы. Народное голосование возьмут за основу при определении больницы-поликлиник, которые войдут в программу капитального ремонта. На заметку обещают взять замечания горожан и о незначительных неисправностях. Устранят те, на которые они чаще всего будут указывать во время онлайн-опроса. В Риотое появится новый автомобильный центр площадью более 5000 квадратных метров. Помимо продажи машин, здесь будут оказывать услуги и по техобслуживанию. Стоимость проекта более 200 миллионов рублей. Открытие нового предприятия позволит создать в городе дополнительно 80 рабочих мест. Сейчас идут подготовительные работы к строительству. С руководством компании встретился глава Риотова. У предпринимателей возникли трудности с прокладкой коммуникации. Стройка находится вблизи нефтепровода. Здесь же проходят трубы, по которым идет газ и вода. Станислав Катаров обещал помочь в решении возникших проблем. Мы помогаем находить общий язык с нашими регулирующими органами, потому что здесь, в охранной зоне нефтепровода, здесь необходимо получение спецтехусловий на строительство. И сейчас данная компания активно этим занимается, чтобы можно было это строительство вести. Добавлю, что открыть автомобильный центр планируют до 2020 года. Меньше недели остается до чемпионата Московской области по художественной гимнастике. Представительные соревнования пройдут в Раменском. Риотовскую команду представят воспитанницы детско-юношеской спортивной школы. Наш корреспондент Владислав Момот побывал на одной из тренировок и узнал, как идет подготовка. На ковре 10-летняя Ева Кондюкова. Несмотря на столь юный возраст, спортсменка уже имеет первый взрослый разряд. Сейчас целенаправленно готовится к чемпионату Московской области. Новая программа под музыку Майкла Джексона, любимого исполнителя Евы. Мне под ним очень классно нанесет, заводит меня лунную походку. Я достаточно быстро научилась делать. Мне очень нравится. А это тренируется самая младшая группа. Юным гимнасткам всего по 7 лет. На чемпионате области они выступят в групповых упражнениях. И чтобы победить, не жалеют себя на тренировках. Выполняют самые сложные упражнения. Мы, в принципе, работаем весь год. Лето все на сборах. И совершенствуем разные навыки. И растяжку, и предметную подготовку, и прыжки. И также непосредственно упражнения. Поворот, ножку вытягивать и приставлять. Уже в конце недели юные гимнастки отправятся на чемпионат Московской области. За пьедестал почета поборется 20 юных лютовчанок. Наши девочки будут состязаться как в индивидуальных, так и в групповых видах соревнований. Индивидуальные – это раскрытие девочки с большим потенциалом, талантами. Групповые – это другая работа. Там дети должны чувствовать друг друга. У нас задача только одна – выигрывать, побеждать. По итогам чемпионата области будет сформирована сборная команда Подмосковья. Так что у наших девчонок есть все шансы войти в ее состав и представлять риотов уже на чемпионате Центрального федерального округа и России. И, как всегда, по средам мы представляем главные киноновинки. «Приключение Паддингтона-2», судя по опросам в соцсетях, был самым ожидаемым фильмом, но его выход перенесли на февраль. Как говорят прокатчики, чтобы обеспечить хорошие сборы российским лентам «Скиф» и «Движение вверх». Какая же есть альтернатива несостоявшейся премьере, расскажет наш кинообозреватель Владислав Момат. Начинаем с мировой премьеры. На экраны страны выходит фантастический боевик. «Бегущие в лабиринте лекарства от смерти». «Они принесут вас в жертву, чтобы найти лекарства». «Сами они не остановятся. Их остановим мы». Томас возглавляет отряд выживших лейдеров, чтобы выполнить последнюю самую опасную миссию. Ради спасения своих друзей они должны проникнуть в легендарный последний город – смертоносный лабиринт, контролируемый пороком секретной организации. «Нет гарантии, что мы выберемся оттуда. Мы начинали вместе. Вместе и закончим». Из каждого лабиринта всегда есть выход. Каждый, кто выживет там, наконец-то получит ответы на все вопросы, которые мучили глейдеров с момента попадания в лабиринт. И это будет последняя глава. Кинопремьера недели продолжает российская комедия «Зомбо-ящик». В главных ролях снялись резиденты, звезды «Камеди-клаб». Все жанры – драма, комедия, боевик, триллер, научная фантастика, эротика и экспериментальное кино. От бессмысленного и беспощадного Степа не скроется никто. Фильм представляет собой набор скетчей, высмеивающих нынешнее телевидение, которое, несомненно, занимает важное место в нашей жизни. Герои интригуют, дразнят, издеваются и смеются вместе со зрителями, доказывая, что вся наша жизнь и есть «Зомбо-ящик». «Ой, что это такое было!» И на десерт фильм из Европы «Отжечь и выжить» – это слоган новой приключенческой французской комедии «Побег из Рио». Три девушки прилетели на роскошную свадьбу к подруге детства в один из самых завораживающих и опасных мегаполисов мира – в Рио-де-Жанейро, город самых безбашенных вечеринок, ярких карнавалов и пугающих трущев. «Я, Анкостон Матус Кабрал, привожу все свои силы, чтобы во что бы ты ни стала найти и наказать виновами». «Тот парень явно крутой, и леговые будут на стороне местного!» Веселая и беззаботная поездка оборачивается диким, отвязным и рискованным приключением. Девочки хотят отжечь, а придется еще и выжить. Вот такая комедия. «Лежать! Лежать! Живо на земле!» Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Ставьте лайки, пишите комментарии. Встретимся через неделю. Смотрите кино. Теперь о погоде. Завтра утром в городе морозно, минус 15. Днем потеплеет на 5 градусов и выглянет солнце. Вечером столбики термометров поднимутся еще немного вверх, но начнется снегопад, который продлится до самого утра. Во второй половине дня ожидается усиление ветра до 10 метров в секунду. На этом наш выпуск завершен. Хорошего вам вечера и до встречи!